Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Талдот. Здесь Ицхаку в 60 лет Всевышний посылает двух сыновей, Якова и Эсава. Также Тора нам говорит, что в 60 лет у Ицхака случилось огромное-огромное чудо. Всевышний сделал так, что Ицхак стал на 100% похож на своего отца Абраама. Почему пришлось сделать такое чудо? Потому что после рождения сыновей люди начали, были такие нехорошие люди, которые начали говорить, что Ицхак не сын Абраама. А Сара зачала ребенка от Параона, который ее украл, от Авимелеха, который ее украл, но не от Абраама. И Всевышнему пришлось сделать огромное чудо, чтобы ни один нехороший человек не говорил, что Ицхак не дай Бог не сын Абраама. Он сделал тотальное сходство. Ицхак стал полностью похож на своего отца Абраама. Осталось только понять, почему же люди, вот эти вот нехорошая группа людей, начала говорить, что Ицхак не является сыном Абраама именно сейчас, после рождения сыновей, именно когда Ицхаку исполнилось 60 лет. А это очень интересно. Объясняют нам наши мудрецы, что есть две школы, школа Шамая и школа Илеля, которые спорят, сколько человек должен родить детей, чтобы выполниться, быть, родиться и размножаться. Бейт-Илель говорят, надо родить мальчика и девочку. Бейт-Шамай говорят, нужно родить двух мальчиков. И мы знаем, что Бейт-Шамай – это качество гбура, это качество мощь, закон, а Бейт-Илель – их качество, это милосердие хесет. Поэтому наш праотец Абраама Вину, который обладал качеством милосердия, у него точно так же, как сказали Бейт-Илель, родилась мальчик и девочка. Когда родился Ицхак, и родилась дочка Баколь, он выполнил западь, владиться и размножаться, в соответствии с мнением школы Бейт-Илель, потому что он обладал качеством милосердия. Ицхак, который обладал качеством гбура, мощь, закон, он родил двух сыновей, по мнению Бейт-Шамая, которые сказали, что надо родить двух мальчиков, чтобы выполнить великую западь, владиться и размножаться. Ицхак – это гбура, а Бейт-Шамай – это гбура. Поэтому, когда люди, вот эта вот группа людей увидела, что у Ицхака рождаются 20 сына, в соответствии с качеством гбура по Бейт-Шамаю, они сказали, секундочку, не может быть такое, что Ицхак – сын Авраама, потому что Ицхак – это гбура, а Авраам – это хесет, как же такое может быть? И понятно, что это все бред, потому что Ицхак унаследовал качество гбура от своей мамы Сара, которая обладала качеством гбура, мощь, она смогла выгнать Ктуру из дома, она выгнала Агар с Ишмаэлем, качество гбура, и Ицхак получил эти качества от мамы. Но эти нехорошие люди, они решили воспользоваться вот этим несоответствием и разницей между Ицхаком и Авраамом, и начали говорить сплетни, что Ицхак не сын Авраама. Поэтому Всевышний сделал чудо, чтобы ни у кого не было никаких сомнений и возможности клеветать на такую великую семью, он сделал абсолютное сходство между Ицхаком и Авраамом, чтобы все знали, что Ицхак – сын Авраама. Но почему это случилось именно сейчас при рождении сыновей? Потому что здесь очевидно стало всем, что Ицхак – это гбура, Ицхак – это бейджамай. Спасибо огромное за внимание. Давайте вместе учить Тору на портале вайкра.ком.